Тут единственный депутат, единственный депутат, который оказался в зале суда и был на другой стороне, это Юрий Деревянко. Попонент, будь ласка, выйдите туда. Я у него в микрофон. Добрый день, шановные участники, добрый день, шановные ряды, студия. Вы знаете, действительно, это шок, то, что случилось, и то, что случилось во время судового расследования. И я вам скажу, почему он там был, на суде, вместе с активистами, вместе с людьми, которые пришли не поддерживать Мартиненко, а, наоборот, поддерживать правосудие, чтобы под тиском таких Мартиненков и других правосудие, как всегда, не решило между собой. Что, на самом деле, случается и что случилось? Этот любимый друг, один из любимых друзей, это один из тех стовпов, реальных стовпов, которые формовали украинскую политику и формовали украинскую владу в последние 15-20 лет. Вот этот человек, так же, как и другие, в том числе, и те, которые сейчас осуществляют страну, президенту Украины, они впровадили политическую коррупцию в Верховной Раде. Как эта политическая коррупция работает? Сначала одни есть владой, и они грабуют. Другие имитуют опозицию. Между ними существует договоренность, что, когда те станут владой, то они не будут втручаться в опозиционеры, потому что они поменяются местами, они не будут втручаться в тех, кто влада. Если они не очень обережно грабуют, и те, которые их принимают какими-то криминальными справами, то они с ними просто рассчитываются. Но те, которые не будут втручать. Почему? Потому что через некоторый период времени они снова поменяются местами. И, на превеликий жаль, вот эта коррупционная круглая порука работает до этого времени. И это абсолютный факт. Потому что этот человек, этот любимый друг, он керувал и координовал и управлял целой галузью энергоатома и при Ющенко. Он сам сказал, что тогда до влады пришел Янукович. Но если он керувал этой структурой при Януковиче, так? Если он получил оттуда дивиденды и оттуда получил деньги, так? Если он продолжал это делать, когда влада снова поменялась, так? Скажите, кто сегодня из режима Януковича посадлен? Никто. Никто за коррупционные злочины. Почему? Потому что эта система работает. И он один из гарантинов этой системы. Он сегодня очень плавающий человек. Это реально величезная рыба, которая впервые попалася в сетку НАБУ. И это первая подозра, которая была НАБУ предъявлена вот такому ступу коррупции, ступу политической коррупции, в первую очередь. И я был в суде для того, чтобы посмотреть, если наш суд и сегодня наше суспільство, громадянское суспільство, прийти для того, чтобы поддерживать суд, не поддаваться этому договорнюку и коррупции. И что меня сильно вразило? Когда мы были в этом же самом суде, когда вопрос было на Сирого, были все антикоррупционеры, были все другие громадские активисты, были все, даже те, кто сегодня считает кого-то там людьми Авакова и всех других. Слушайте, этого раза никого не было. В этом разу были только представители Руху Новых Сил, представители Політичной Партии Воля, и величезная, неимоверная количество депутатов от Народного фронта и министров, которые приехали отмазать своего и защищать своего хрещенного батька. Потому что это реальный шок в состоянии Народного фронта. Это реальный шок, потому что, когда Яценюк говорит о том, что они поддавали коррупцию, слушайте, они ее очолили. Они реально очолили коррупцию, они просто поменялись местами и с Януковичем, и с Курченком, и с Львочкиным, и с Фирташем, и с другими, которые сегодня прекрасно себя чувствуют, некоторые из них в парламенте, некоторые из них в тимчасово в бегах и ждут свою очередь снова поменяться назад. Поэтому я категорично против этой гнилой системы, которую они построили политично, и, на больший жаль, которая сегодня функционирует в Украине. Поэтому я считаю, что наше завдание – это выкоренивать эту политическую систему. И если мы думаем о последствиях, которые являются причиной этих действий, то последствия ужасные. Потому что, когда они в очередной раз поменялись местами, то именно режим Януковича уничтожил армию в Украине, именно режим Януковича поставил практически Украину на колено в залежность против оккупанта, именно режим Януковича, которого он привел к владею этим договорняком, он привел к владею этим договорняком, нищил Украину и мы ледко ее врятовали. Поэтому я категорично против. И именно таких людей, такой политики, именно поэтому я был на суде. Дякую. Дякую вам. Спасибо. Спасибо.